Доброе утро всем! Солнце так палит. Очки не взяла, но мне тут рядышком. Два шага, и я на работе. Поэтому... Очки надо уже брать. В машине есть. Лестница. Вот эти камни, они такие скользкие, что можно мандыкнуться в два счета. Поэтому нужно быть аккуратнее. Там короче кот. Что-то он кашлял, ничего. Чарли, смотрите, хочется и колется. Он очень боится. Видите, кот поджал. И хочется погавкать. И гавкает как-то по-другому. Чарли! Чарли, ясно! Ясно! Такое смешно. Чарли, бен! Смотрите, какой он. Бен, бен, ки вене кочи. Смотрите, какой за серия. Бен, ты ки вене кочи. Что такое? Бен, бен! Мой красавец. Ты что, ты боишься? Испывался кошку? Кошка испугался. Заехала в Меркадону на обратном путь. Ну да, на обратном с работы ехала. Вот. И вы знаете, у меня какой-то кризис кулинарный происходит. Ой, твою мать! Кулинарный кризис происходит. В том плане, что не хочу ничего готовить. Надоело. И не только не хочу, я не знаю, что готовить. Но когда нет желания, то нет и мысли, правильно? Поэтому я... Что я делаю? Жарю картошку. Когда нет никакого желания готовить и нет мысли, просто жаришь картошку. С луком, с перчиком и все. У меня есть селедка без шубы. Что еще надо? В общем, а еще сегодня утром, видимо, у мужа вчера вечером произошла авария. И он об этом умолчал. В том плане, что у меня вот на полке, вот на такой в холодильнике стоит соевый соус. А он вот таким вот краником, можно сказать, этот краник не закрывается. В общем, я сегодня глянула и у меня там все плавает. На этой полке в холодильнике. В общем, пришлось все выгребать, мыть. Ну, а у меня там хранилось всякие вот эти вот сухофрукты, можно сказать. Сухофрукты. Вот купила новый соевый соус, кстати, я заехала в Меркадону, купила перчик, морковку. Такое мороженое купила, кокосовое. И муж будет есть гамбургер с картошкой. Вот такую булку ему взяла. А, еще взяла баклажан один. Совсем один, один, совсем один. Потому что хочу сделать, ну, не фунчоза, но и фунчоза, да, я не знаю, как его знает. В общем, вот такие рисовые макароны. Вот так же, как выглядит, так хочу и сделать. С креветками. Ну, я обычно с мясом готовлю, с креветками. В общем, вот такая вот психанула и нажарила себе картошки. Ехала всю дорогу, думаю, что мне приготовить. Вот, все надоело. И картошка она никогда не надъедает. Не знаю, как вам. Мне кажется, это самая вкусная еда картошка. Я ее ем очень редко. Ой, мой ребенок, у него нет водички. Это и моя лапа. Он так клапает, начинает герошить, когда у него вода заканчивает. Купил ему тоже чулочи, вкусняшки. Мне кажется, картошку уже пожарилась. В общем, сейчас буду все в холодильник укладывать и кушать. Как вам идейка с картошечкой? Любите картошечку жареную? Прикол вам. Ем мороженое, кстати, вот такое оно в кокосе. И сижу на грелке, потому что холодно, замерзло. Холодно от того, что ем мороженое. Очень вкусное, кстати. И попу грею. И Чарли тут. Думают, может быть, что перепадет ему. И смотрю сериал. Сына. Время уже подходит к прогулке с Чарли. Прогулка так, 6 километриков. Такая-то не прогулка, можно сказать, спорт. Я все ношусь с кроссовками, не могу. Смотрите, здесь такой шнурок. В общем, я его сейчас заменю на этот. И стельки поменяю отсюда сюда. В общем, вот эти вот с Лидола. Очень, кстати, удобные. Они спортивные. Я их положу вот сюда, в эти кроссовки. А вот эти, которые силиконовые, положу сюда. Зачем я так делаю, не знаю. Все равно, мне кажется, вот эти кроссовки неудобные. Хоть ты не знаю, что делать с ними. Но на дальней прогулке они совершенно не годятся. Потому что пятка, даже не пятка, у меня вот эта часть. Вот тут болеть начинает. То есть не пятка, а именно вот тут. Как вот, не знаю, шито или не шито. И именно только на одной ноге. Прям вот тут. Какой-то там как мышца. Вот именно эта точка. Не знаю, что там такое. Ну вот, когда я в них пройдусь, вот эти 6 километров, то потом чувствую такое неудобство какое-то. Я уже тут начала, приготовила собрать сумку. Вы знаете, что там типа состав спиниса, кля-ля-ля, тополя. Я ведь с твердой уверенностью в голове перечисляю все, что у меня должно быть в сумке. И я с твердой уверенностью выхожу на улицу, что у меня все в сумке и это находится. Вот, например, я к тому говорю, что я вчера ушла без полотенца. Пот вот так лился, а вытереть мне его было нечем. Зато взяла повязку. Но я когда выходила из дома, я была твердо уверена, что оно у меня там лежит. Я даже за ним сходила наверх один раз, но не положила его. Я не знаю, как и зачем я тогда наверх ходила. Потому что оно в стирке было. У меня два полотенчика есть такие специальные на сумбу. А на спорт на сегодняшний, это там силовые упражнения, все, там побольше полотенчик, потому что мы ложимся на такой, как он, не знаю, как называется, но чтобы вот так вот гантели гонять, на спину, в общем, ложимся. И должно быть побольше. В общем, я вчера полезла наверх с этим полотенчиком, спустилась, в твердой уверенности была, что я его положила в сумку, пришла в спортзал, а там не оказалось его. Так вот. Поэтому что, смысл писать список, если я в твердой уверенности знаю, что у меня все лежит, а оказывается нет. Вот, сейчас поменяю эти стельки. И, да, конечно, кроссовки, они, ну вот, как-то так. Вот. Но мне их жалко выбрасывать, они супер-мега удобные. И в них ходить по полям, по гравию просто вообще суперски. И мне жалко их выбрасывать. Вот, пытаюсь обновить, сделать новыми со всеми усилиями. В общем, сейчас увидите, смотрите. Да. Ну вот, почти новые кроссовки. Эти, кстати, тоже. А мы пошли на прогулку. Оказывается, на улице такая жара, а я тут с закрытыми оконами сижу, и об этом не понимаю. Как же мне нравится, когда он на этом коврике вот так лежит. Ты моя радость сладкая. Ты моя прелесть. Бамо лакайе? Си? Бамо лакай, менинё. А пасеар? Си? Бамо пасеарно? А лакайе? Мне так нравится, когда он головой вот так делает, от разной стороны. Бамо лакайе, бенга. Бенга, а, бамо лакайе? Тинь, 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 тинь. Я тут зашла свои цветы проведать, и смотрите, что я обнаружила. У меня растут новые отростки вот у этого цвета. Вот. И вот. Он, может быть, реанимируется. Смотрите, новые. То есть вот эти вот уже, да, эти что-то непонятно как-то. Но там новые растут. Так что ещё не всё потеряно. И лук, во какой. Скоро будем зелёный лук и салат есть. И этот, вот этот растёт. Вот этот, когда зацветёт, я его поставлю в дом, потому что он пахнет просто офигительно. Ну, а пока мы пошли. А мы поедем. Кстати, где у меня робот, чтобы он мне тут пропылесосил? Он куда-то залез? А куда? Может быть, под столом? Да. Вон там. Достану и включу. Смотрела сегодня новости. Ну, новости, погоду. И даже, говорится, не верила, что на севере там бушуют ураганы, в общем, по Европе. Дожди. Оранжевые, как это, предупреждения. В общем, погода там у них ужасная. А у нас весна. Я быстро полезла на сайт, в общем, посмотреть, что там творится у нас. Погода только повышается до 20-22. Но когда погода, говорю, 20-22, это значит 23-25 градусов у нас будет. Это на самом деле так. Посмотрите, солнце светит вовсю, ветра нет. А у нас, знаете, проблема вообще февраля всегда, это сильный ветер. Когда ветра очень холодно, потому что он дует с моря и холодно. Но в этом году как-то непонятно. Нет никакого ветра. Все замечательно. А уже какое число-то уже? В общем-то, не 1 февраля, да? Буквально две недели. Все, у нас весна. Ну, правда, весна начинается с 21 марта официально. Но это официально. А так ее можно уже объявить, потому что жарище. У меня спина опять вся мокрая. В общем, даже как-то и не верится, что там где-то бушует такая стихия. А здесь вот так вот все хорошо. Что можно гулять, наслаждаться. И Чарли доволен. Чарли, ты доволен? Чарли? А, видите, ему все, даже я по барабану. Кстати, весь снег уже почти растаял нафиг. У меня подруги собирались ехать в Сиреневаду на этой неделе. Ну, что-то гляжу по их инстаграму, может, никто никуда не ездил. Вчера спрашивала. Говорит, не поехали, снега нет. Представляете, у нас обычно снег лежит до июня, иногда до июля. Но сейчас февралей нету, нифига. Как так? Погода очень жаркая, поэтому все тает, не успевает. Вот так вот. А так, если бы было попрохладнее, он бы, конечно, лежал. Но мы хотя бы, я потрогала. Морозным духом, конечно, не подышала, но хоть почувствовала. Кстати, даже два раза. Нет, в этом году один раз. Но за зиму, можно сказать, два раза. Я же в России была. Было ли это? И вообще влог надо посмотреть свой российский. Как я там ходила, потому что у меня такое ощущение, что я уже нигде не была, никуда не ездила вообще. Все-таки неделя для визита своих родных это мало. Надо хотя бы... Хотя хрен его знает, знаете. В общем, лучше они ко мне. Тогда я почувствую, как говорится, всю... Почему? Потому что когда уезжаешь из твоей привычной обстановки, все не так, все не едок, да? Не твоя кровать, не твоя подушка. В общем, как-то все воспринимается, не знаю, не так. Для меня, по крайней мере. Вот если вот ко мне, когда приезжают родственники, вот сестра твоя родина, они приезжали вот в прошлое лето. Хоть мы встречались меньше, но я как-то поняла, что они родственники, да, знаете, что я встречалась с родственниками. Как-то не знаю, как это объяснить. А там было как все во сне, так быстро, так вот бурно, что мой мозг, наверное, не успевал все анализировать. И, в общем, как-то так. А вот ко мне никак они не вырвутся. Вот тут бы я насладилась бы их присутствием, скажем так, в своей спокойной обстановке. Вот. Ну, вы, наверное, меня поняли. У кого так же? Пишите в комментариях. Здесь вот что-то насажали опять. Может, даже и опять шпинат. Я заметила, что с некоторыми полями шпинат вот так сажают, потом его просто... Не знаю. Косят, выбрасывают. Фиг его знает, на какой цели. Хорошо. Сейчас погуляем. Здесь много людей с собаками. Которые без... Ну, так бегают, как мой Чарли. То есть, я знаю, уверена, что мой Чарли ничего никому не сделает, поэтому он у меня свободный. И знаете, страх... Вот я заметила много раз, что страх к собакам, вообще к животным, зарождают сами родители. Сейчас иду. Ну, то есть, вот так все гуляют, почти все с собаками. И, значит, мамаша одна идет. Ребенку лет пять, наверное. Она, значит, идет... Я иду навстречу не ее собакам. И сзади нее идут два мужчины, тоже с двумя собаками. Одна, типа, мой Чарли не привязанная, и вторая побольше привязанная. Она, значит, между нами вот так схватила этого ребенка. Вот так вот идет. Вся побледнела. Вся непонятно, что Чарли мой вообще там за километр там прыгает, бегает. И такая, эти собаки не должны были быть развязанными. Они должны быть привязаны. И идет, вот так вот создает панику. Вообще, представляете? Ну, и, конечно же, ребенок вырастет со страхом к собакам. Если ему уже в детстве привязывают такое, что типа, о, если увидел вот такую вот мелкую собаку, то что, все, это пипец. Там женщина идет. Пошла. Поросенка выгуливала. А что? Те собака, она поросенка. И все на нее вот так смотрели. В общем, друзья, я сейчас разочаровалась. Вернее, сейчас я, не знаю, уже давно разочаровалась, но сейчас вообще еще увидела и опять разочаровалась. В общем, я-то как считала, тренеры, они должны быть следить за здоровьем, за своим питанием, да, у них там красивое тело, они за ним следить должны там качаться. Ну да, они у нас все такие. Вот, мужчины уже в возрасте, мне кажется, даже за 50. Вот. И такой вот он, красивое тело, все дела. Выхожу и стоит, курит. Блин, курит. Но в моем понятии тренер не должен курить. Курение же вредит для здоровья. Как же дыхалка? Как же, как же вообще дышать? Там у нас ребятня, вот там заброшенный дом, ребятня, в общем, лазит. В общем, вот так, представляете? Он нас сейчас тренировал, тренировал, бегает, скачет вообще, какой-то, кузнечик какой-то. Конечно, дыхалка у него еще та, и упражнения классные делает, похлеще молодых, молоденьких. Вот. Ну, блин, захожу, а он курит, стоит. Все. В моем понятии тренер не должен курить. А вы как считаете? Тренер должен курить или нет? Вообще не надо никому курить, это уже давно доказано, и вообще это не модно. У вас не шатает? А то у меня тут сумка на этой руке, а рука устает нести. После двух с половиной часов тренировок уже все устает нести, и себя даже еле несу. В общем, вот так, представляете? Выхожу, он мой кумир, считай. Да, я на него ориентировалась, там, хотела такие же бицепсы, трицепсы, еще там, что там у него есть. Ой, я вас пальцем закрыла. Вот. А все, я на него не буду уже ориентироваться, что он курит, строит, и наглым образом курит. вообще, так что, вот так. Ой, на улице намного теплее, чем вчера, я надела другую куртку. В общем, иду домой. Что-то у меня рука устает, не пойму. Иду домой, сейчас намажусь какой-нибудь, нет, смазка, я вчера мазала с кремом, и, в общем, сейчас все расскажу дома. Нанесла кремики, не знаю, что бы слопать, такого, такого, что-нибудь слопать, что, что бы не знаю, в общем. ананасик, может быть, что-то не хочется. Кого не знаю, кого хочу, не знаю, кого знаю, не хочу, желатинку одну слопаю, мне одна калория всего. Намазала кремиками, кремиками намазалась, думала, тут меня ждут, кто дома, а тут никого, представляете, футбол, наверное, смотрит. Вот, ну и пускай смотрит, я как раз включу что-нибудь себе посмотреть. Эээ, Ютуб включу. По телеку вообще нечего смотреть, прям как-то даже раздражительно. Вот эти вкусняшки, еще даже не открыла, представляете, может быть, и их. Я, знаете, все слопала, но, конечно, нельзя. Мандаринка, желатинку и мандаринку. Как вы на это смотрите? Сначала мандаринку, а потом, если желатинка наша сладкая, хоть и без сахара, ну ничего, один, совсем один, желатинка моет желудок, выдержит. А потом мандаринку, а иначе будет, если наоборот, то будет кислый. В общем, я уже заговариваюсь, пойду отдыхать. Завтра, кстати, мы кое-куда собираемся, так что, кто не подписан, обязательно подпишитесь. Хочу снять интересный влог, если получится, а то, знаете, мы предполагаем, а Бог располагает. Но планы есть. Так что, жду от вас комментариев, лайки, все как надо. Встретимся с вами завтра. Всего самого лучшего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,